Европейский парламент одобрил в отделении Литве 780 миллионов евро на программу вывода из эксплуатации Игнаринской АЭС. Программа должна быть реализована в период с 2021 по 2027 год. Но окончательное решение о финансировании будет принимать Еврокомиссия. В Вильнюсе опасаются, что переговоры о Брексите могут помешать Еврокомиссарам принять это решение в ближайшее время. Нам нужны конкретные цифры размера финансирования для начала работ по выводу из эксплуатации реакторов. Наступил критический момент, и для нас крайне важно получить совершенно чёткие гарантии. Процесс закрытия Игнаринской АЭС начался в 2004 году и должен завершиться до 2038 года. Рабочие заканчивают демонтаж и консервацию нерадиоактивного оборудования. На следующее десятилетие намечен демонтаж реакторов. Как только вы начинаете демонтировать реакторы, открывать самые опасные места и части реактора, нужно доводить дело до конца. До полного окончания работ останавливаться нельзя. Именно этим объясняются финансовые требования, которые мы предъявляем Европейской комиссии. Литва отказывается увеличивать финансирование проекта из своего собственного бюджета на том основании, что электростанция строилась Советским Союзом, а требования о её закрытии исходят от Союза Европейского. Нас загнали в угол, так как АЭС досталась нам от Советского Союза, а её демонтаж был условием для вхождения в Европейский Союз. В то время, в 2003 году, мы договорились с Евросоюзом о том, что он адекватно профинансирует вывод этой АЭС из эксплуатации. Евродепутаты удовлетворили просьбу Литвы увеличить европейскую долю финансирования проекта на 228 миллионов евро, не доводя литовскую долю до 20%, как это предполагалось раньше.